В этот период происходила приватизация государственных объектов и кооперативных объектов. У каждого города всегда есть две истории. Распад фактического органа внутренних дел, так и распад преступных групп, они начались практически одновременно. История, которую выставляют на показ, и история, о которой не принято говорить вслух. История успеха, легенд и гениальных личностей с одной стороны. И шла серьезная борьба, чья нефть будет поступать сюда, вновь строящийся терминал. И настоящая история, которая описывает, как большинство этих легенд и успешных людей было создано. Каждый предприниматель имел свою крышу. Не важно, Беслана, Абута, Величиана, это крыша, Карабаса. Существует такое мнение, что лихие 90-е – это вторая половина тех самых 90-х. Так ли это? И какие произошли изменения в мире ОПГ после 1993 года? На формирование ОПГ влияла, скажем, политическая борьба, а если быть точнее, борьба за этот город и за этот регион между двумя лидерами. В этот период происходила приватизация государственных объектов и кооперативных объектов. К ним можно отнести, скажем, в первую очередь предприятия, такие крупные, как Портпорт и, в частности, рыбное хозяйство Антарктика. Также следует понимать, что влияло на создание групп и на их функционирование. Это не раздел территории, а, скажем, создание новых предприятий и таких предприятий, которые влияли на экономику страны и в регионе в целом. К этому можно отнести создание таких, скажем, как я вам говорил, что предприятий, связанных с перекачкой нефти. И шла серьезная борьба, чья нефть будет поступать сюда, вновь строящийся терминал. Тот же господин Карабас, Кулевар, он туда именно, как говорят, сунул свой нос, куда не надо, потому что за этим бизнесом всегда стояли только чеченцы. Серьезная бойня произошла в период, когда стоял вопрос, кто будет заниматься переработкой конденсата в городе Ильичевск, в таком предприятии, как Ильгаз. Обратно же за этим предприятием также стояли чеченцы. Кто влиял на создание либо уничтожение ОПГ и на их функционирование, это, естественно, были органы внутренних дел. Так вот, чтобы вы понимали, что к развалу групп ОПГ были причастны, в первую очередь, не только политики, которые между собой начали стравливать руководители ОПГ, но и органы внутренних дел. А если вы думаете, что МВД работало для того, чтобы развалить ОПГ из-за того, чтобы снизить рост преступности или его уничтожить, то вы ошибаетесь. В реалити ОПГ стали сами работники милиции. МВД стало само ОПГ. Оно заняло эту нишу. Оно очень долго к этому готовилось, стремилось и заняло ее. Каждый предприниматель имел свою крышу. Неважно, Беслана, Абу, Величая на этой крыше, Карабаса. Но деньги-то из бизнеса утекали в ОПГ, поэтому МВД что приняло решение? Почему бы эти деньги не должны поступить в МВД? Большинство бизнесменов решили лечь под органы внутренних дел. Они получали сразу автоматически неприкосновенность от множества объектов посягательств на них. То есть от самих же органов внутренних дел, таких подразделений, как ГСБ, налоговая, пожарная служба. Они сразу получали автоматическую защиту. И милицейская крыша обеспечивала еще безопасность от самих ОПГ. То есть ОПГшники стали уже немножко слабенькими. Достигнув определенного успеха, то есть получив огромные средства, многие руководители ОПГ и их члены начали употреблять наркотик. А это крайне недопустимо. Начали их выбрасывать из ОПГ. То есть из групп начали выбрасывать некоторых определенных членов своих. А те, оказавшись не у дел, никому не нужными, они естественно, как говорят в народе, начали забегать в МВД. И не просто стучать или сливать информацию, а сообщать о конкретных совершенных преступлениях. И с одним условием, чтобы их не привлекали к уголовной ответственности. Они таким образом пытались сначала как бы насолить руководству ОПГ. Но на самом деле они преследовали только одну цель. Развалить крупные группировки и, пользуясь старым своим именем, создать свои группировки. Они начали кто куда сбиваться. Кто куда сбиваться в отдельные маленькие группы. Они начали формировать, так называемые, свои общаки, свои понятия создавать. Но это не прижилось. Это не прижилось, и они в итоге оказались разгромленными. Естественно, разгромленными органами внутренних дел, которые заняли их место. То есть большие группы превратились в большое количество малых. В большое количество малых, которые впоследствии было легко разбить. Мало того, там не соблюдались порядок, как изначально должен был соблюдаться порядок. А именно, отчисление денег в общак. Содержание с этого общака арестантов. Потому что без этого это невозможно. А они начали запускать добытые, мелкие группы начали запускать добытые деньги на шикарную свою жизнь. Приобретение автомобиль, дач, недвижимости, имущество. А вору это категорически запрещалось. То есть воры испортились? Конечно. Они не просто испортились. Они стали чуть ли не сами бизнесменами. Каждый из них начал подумывать о том, как бы запустить какое-либо свое предприятие, чтобы работало. И давало ему только едино личный бизнес. Поэтому они превратились, по сути, в барыг. И ничего, они уже перестали соблюдать такие старые требования, что надо пойти заломать деньги, чтобы это стало источником дохода. Или сделать карманную кражу или квартирную кражу. Нет. Они даже перестали менять своих так называемых сослуживцев в местах лишения свободы. Раньше обязательно вор должен был заехать в тюрьму на определенное количество лет, чтобы заменить там находящееся лицо. Понимаете? А когда группы крупные распались, то уже пришлось собирать или выбирать в местах предварительного задержания смотрящих. Понимаете? Выбирать из того контингента, который попался. А еще раз повторяю, что Шарик, скажем, такой был член ОПГ, он заезжал в следственный одесский изолятор умышленно. То есть, совершил умышленное преступление для того, чтобы в этот момент быть пойманным. Обязательные условия. И таким образом оказаться и смотреть за тюрьмой. То есть, за СИЗО. Понимаете? Это был, видимо, последний вор, который сам самостоятельно заехал, как положено, как требует это правило и закон. Они начали нарушать полностью традиции. Они начали ходить с огнестрельным оружием. Вору запрещено носить оружие огнестрельное. Он может носить только нож. Это первое правило. Вор не может носить золотых изделий. На руках. Он может только носить один перстень, определенный гравировкой, которую знают многие авторитеты. А остальные, так называемые украшения, это должны быть только в виде татуировок. И татуировки должны быть набиты строго последовательно. То есть, с малолетки, либо с начала ворской жизни. И по следующим описаниям места, где он пребывал. Это не должно быть какая-либо портачка, так называемая. Это должна была быть, обращаю ваше внимание, татуировка набита только в зоне. Только. И только особым способом. Печевым. То есть, так называемой опасной бритвой. А не какими-нибудь машинками. И она должна быть набита только чернилами. Или гуашью определенной. Но не такими там непонятными красками, разукрашенными и так далее. Я еще раз повторяю. Она бьется. Татуировка только в особых местах. Только на особых пальцах. Или в определенных местах. Для того, чтобы показывать, как прошел путь этот человек. Татуировки – это ксила. Указывающая, кто этот человек, как он прошел путь, как к нему надо относиться. Ему не обязательно было носить какие-либо доказательства своего и воровского отношения. А лица, которые распались, для того, чтобы создать себе авторитет и набить очки, они начали бить на свободе татуировки, не имеющие к себе никакого отношения. Естественно, начали подрывать свой авторитет даже перед теми же органами внутренних дел. Ведь старая пера, достаточно им было взглянуть на форму одежды, так называемый внешний вид лица, можно было определить, что из себя представляет. А распавшаяся группа начали шиковать. Они начали курить Мальборо, Кэмал, что запрещалось. А надо было курить только БФ, то есть безфильтровые сигареты. Они начали пить дорогие коньяки, так называемые метаксы, к тому времени появившиеся, понимаете. А вор должен пить только чифер, либо купец, и не больше. То есть мы наблюдаем за одновременной деградацией как органов правоохранительных, так и ОПД. Абсолютно верно. И, кстати, чтобы вы понимали, деградация началась одновременно. Равно как и распад фактического органа внутренних дел, так и распад преступных групп, они начались практически одновременно. Этот период, он еще характерен, чтобы вы понимали, созданием такого спецподразделения, как СОКОЛ. Не забывайте, его создали в 1994 году, если я не ошибаюсь, в апреле месяце. Почему же это подразделение было создано? Я еще раз вам объясняю. Не из-за роста преступлений, а из-за того, чтобы уничтожить ОПГ и весь бизнес и предпринимателей натянуть на себя. Не было необходимости создавать СОКОЛ, у нас же был Беркут, ОМОН и прочие другие силы, которые могли бы вполне справиться с организованной преступностью. Но создали еще один орган, именно целенаправленно, для ликвидации ОПГ и перетягивания на себя всего бизнеса. Что они начали делать, чтобы вы понимали? Они начали создавать так называемое охранное агентство. И эти охранные агентства, скажем, начали практически навязывать предпринимателям. И для них это было очень большие затраты, содержать охрану. А впоследствии, когда уже охрана начала быть лицензированной, потому что охранное агентство без лицензии на осуществление этих охранных услуг не может существовать. Они, естественно, начали содержать очень большое количество охраны, завышать ценовую политику в услугах и принуждать предпринимателей забегать под них. Мало того, начались в Министерстве внутренних дел выпускаться определенные приказы и распоряжения, где определенные, скажем, предприятия должны были их закрыть в случае, если у них нет охраны и при том лицензированной охраны. Как при этом реагировали на эту конкуренцию, а это конкуренция, по сути, на те самые преступные группировки, которые были созданы в 80-х и в начале 90-х? Как эта конкурентная борьба происходила? Они начали вербовку работников. Вербовку для получения сведений. ОПГ начали вербовать сотрудников МВД? Абсолютно верно. В это же время органы внутренних дел начали тоже такую же активную позицию по вербовке отдельных членов ОПГ в составе групп. И вот когда уже обе стороны поняли, что есть осведомители в обоих лагерях, понимаете, они уже тогда начали принимать свои меры безопасности. Одна из сходок была назначена возле УБОПа, с левой стороны еврейской общины. В еврейской общине, представьте себе, прямо чуть ли не на веранде, можно сказать, прямо в УБОПе происходит сходка. Для себя я это воспринял, как ОПГ проводит совещание в УБОПе. В 1994-1997 год увеличивается максимальное напряжение, возникают силы внутри МВД, которые планируют выполнять функции ОПГ. В 1997 год убийства Кулевара. Он попытался войти в бизнес, который изначально принадлежал чеченцам. Поэтому, когда он пытался войти в эту тему, значит, его на этой почве убили. Но понятие войти, можно войти в этот бизнес официально, можно неофициально. Официально это, значит, запустить одну из своих коммерческих структур, которая ему платит, чтобы они, скажем, занимались реализацией нефтепродуктов. А вторая тема, чтобы вы понимали, это хищение нефти, низкосвернистой нефти, которая течет по трубе. И она обратно же идет со стороны Чечни, тоже очень дешевая. Но в трубе, будем так говорить, есть свои хозяева, владельцы этой нефти, которая течет. После 1997 года именно управление внутренней безопасности начало задумываться над тем, как же запустить свои группы туда. Они очень долго к этому готовились. Они изучали систему трубы, и только в 2004 году они запустили, чтобы вы понимали, первые свои группы, которые начали воровать и качать нефть. То есть государственную нефть. Сумма ущерба начала составлять свыше 51 миллиона долларов, чтобы вы понимали. Одесса, вторая половина 90-х, это еще и серия заказных убийств и покушений. Если хотят убить, всегда убьют. Поэтому такое понятие, как покушение, можно рассматривать всегда в двух вариантах. Первое, это пиар, искусственно созданный. Либо одна из форм устрашения. Воровские исполнители должны были исполнить указание костяка. Если в костяке приняло решение, что мы должны убить кого-то, то принималось решение, обязательно его убить. Но его надо было убивать только по понятиям и только ножом. Киллер ОПГшный должен исполнить работу только таким образом, а не каким-либо другим способом. То есть, это решение задач внутри ОПГ. Да, иначе, если они исполняют эту работу огнестрельным оружием, значит, то другая ОПГ может им предъявить и сказать, вы живете не по понятиям. А в чем? А вот вы не исполняете свои убийства таким способом, как принято по понятиям, по закону, по кодексу Бусидо, будем так говорить, внутреннему, неписанному. И чтобы вы понимали, нет ни единой книги, где бы расписывались, как надо жить. Они передавались вот так лично, только лично. Понимаете? Они формировались только на так называемых сходках, совещаниях. Они обсуждались, можно это или нет. Многие люди связывают относительно спокойствие в городе до 97-го года. Вот с феноменом кульвара. После этого начался беспредел. Карабас, чтобы вы понимали, его приглашали большей частью в качестве третейского судьи при разрешении конфликтов, если они возникали между группировками. И он никогда не покушался на чужое. То есть, если предприниматель уже работал с кем-либо из других лиц ОПГ, он не собирался на него наезжать, либо перетягивать этого бизнесмена на себя. А уже в дальнейшем так называемые пионеры, нов созданные, нов прибывшие, они старались перетянуть практически на себя все части города. Город был разделен. Каждый имел свое направление и строго придерживался его. После его убийства на Осташкино началось неспокойствие в городе. Почему? Потому что многие руководители ОПГ начали пытаться и впоследствии захватили те предприятия, которые ему платили. Но они их захватывали с помощью угроз, шантажа, вплоть до похищений. А этот человек добивался так называемого платежа относительно нормальными подходами. Кулеваров всегда обговаривал условия платежа. Кроме того, он давал человеку, если он только открылся, давал возможность заработать сначала. И только потом с прибыли платить дань, а не так, что ты открываешься и уже плати. Такая позиция была для него неприемлемой. Он не занимался угрозами или поджогами, или созданием условий для того, чтобы к нему человек забежал. Уже достаточно было того и не сформированного доброго, для того, чтобы к нему пришли. И поэтому этот феномен, который вы говорите, он существовал в реальности. В 90-х годах, конечно, смотрящими за городом реальности были. И выбирались, чтобы вы понимали, во время сходки только лидерами. Без присутствия костика. Лидеры сами между собой принимали решение, кого нам назначить, так сказать, смотрящим за городом, чтобы впоследствии он мог представлять наши интересы в других регионах. Конечно же, к такому смотрящему за этим городом можно отнести и Кулевара в период его правления. Да, он имел полностью власть, и я лично считаю, что он был смотрящим. Сейчас, чтобы вы понимали, есть некий господин, и его назначили смотрящими. Самое интересное, знаете, кто его назначил смотрящим за городом? Лица, которые там пребывают, смотрящие за 51-й, 74-й, так сказать, и 14-й зоной. Они приняли сами решение, что он должен быть смотрящим. А почему? А потому, что он принимает меры хорошие к тому, что греет, греф завозит на эти обслуженные территории. Нет, ни в коем случае. Смотрящий называется так, как я вам сказал. Это говорит о том, что в городе, как таковой, отсутствует на данный период времени такое понятие, как ОПГ, с его лидерами и с лизами, которые способны принять решение. Большая часть из них поумирали в тюрьмах, поумирали в лагерях, а большая часть из них стали коммерсантами. Таким образом, граница между бизнесом и криминалом в 90-х стала условной. Но это уже история. Для кого-то успешная, а для кого-то трагичная. История войны за деньги и власть. История нераскрытых преступлений. Редактор субтитров А.Семкин